Акхесы проделали сложный путь через Иорданию, Сирию и Турцию. Это было сделано для того, чтобы обратить внимание лидеров стран проживания адыгов на самую главную проблему нашего народа – репатриацию на историческую родину. Нам представляется, что мы очень много знаем о Кавказе. И действительно знаем немало. Но сегодня очевидно, что со дна исторического времени, океана исторического времени, как Атлантида, всплывает огромная и многообразная страна Черкесия, о которой мы знаем гораздо меньше, чем хотелось бы. И тут гораздо больше вопросов, чем ответов. Есть много западных европейских источников, которыми, собственно, и пользуются сегодня, для того, чтобы рассмотреть эту новую Атлантиду. Думаю, что есть еще одна очень важная возможность, которой мы пользуемся далеко недостаточно. Это восприятие Черкесии во всем ее многообразии, во всей ее особости русскими мемуаристами, генералами, офицерами, русскими интеллектуалами, писателями. И вот если мы всерьез проанализируем, сконцентрируем, изучим этот российский материал, то думаю, что мы очень много нового узнаем об этой замечательной и пока еще загадочной для нас стране. И мы, может быть, лучше поймем трагедию черкесов, трагедию адыгских народов в конце Кавказской войны и после Кавказской войны. Адыги в России сегодня живут на своих исконных землях в дружбе и добрососедстве с русским народом. Общие испытания 20 века сблизили наши народы. Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская республика и Кабардино-Балкарская республика являются полноправными субъектами Российской Федерации. Этот статус позволяет адыгам, как и всем народам России, развивать свою культуру и не чувствовать себя ущемленными в собственной стране. Репатриация Косовской адыгской общины в 1998 году была осуществлена при прямой поддержке президента и правительства России. Это событие стало символом торжества гуманизма и начала новой эпохи в истории древнего народа Кавказа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова